Айяуаска Айяуаска – напиток шаманов Амазонии, используемый для очищения организма и перерождения личности. Индейцы также верят, что айяуаска способна даровать человеку сверхспособности. Однако никаких суперменов и чудо-женщин среди племен Амазонии пока замечено не было. Вообще данный отвар изготавливают из лианы Банистериопсис капи, употребление которой этот народ, судя по всему, подсмотрел у ягуаров, которые охотно едят лиану и катаются потом по земле, как котики после валерьяны. Ягуары скорее не с целью расширить сознание, едят это растение как средство от глистов, что, кстати, уместно и для людей, живущих в Амазонии. Глистам не заходит айяуаска, и они бегут из организма. Основными алкалоидами лианы являются гармин, гармолин и тетрагидрогармин. Все алкалоиды относятся к ИМАО, ингибиторам моноаминоксидазы. Ингибиторы МАО повышают содержание таких аминов, как серотонин, дофамин и норадреналин синаптической щели, и, соответственно, усиливают передачу нервных импульсов, также вызывают возбуждение, возможные галлюцинации. Эта группа препаратов используется редко в медицине из-за выраженной токсичности. Однако в свое время ингибиторами МАО довольно успешно лечили депрессии. Впоследствии из-за опасности лекарственных взаимодействий от них пришлось отказаться. Поэтому перед ритуалом важно несколько дней соблюдать диету и отказаться от принимаемых лекарств. Если вы решились на перезагрузку, но страдаете от депрессии или какого-либо другого психического расстройства, имейте в виду, что ингибиторы МАО способны в таком случае спровоцировать психоз, а у страдающего от депрессии высок риск суицидального поведения, впрочем, как и приеме ряда антидепрессантов. Вторым компонентом для айвазки является растение, содержащее ДМТ, диметилтрептамин. Это чакруна, чалипон, гомемоза, хостелес или же проще химически синтезированный ДМТ, который обеспечивает диссоциативный и галлюциногенный эффект, то есть разрывает нейронные связи. Это и воспринимается как перерождение и переосмысление. Безусловно, в процессе жизни копится много когнитивных искажений, формируются ненужные нейронные связи, например, фобии, негативные убеждения, которые, возможно, и стоило бы уничтожить. Я считаю, что такая методика, как выпивание айвазки, походит на стрельбу из пушки по воробьям, потому что психотерапевтический эффект может быть как положительным, так и отрицательным. Причем риск отрицательного при органических поражениях мозга вообще обеспечен на 100%. Люди с психическими расстройствами имеют более высокие шансы на ухудшение самочувствия. Однако, как я понимаю, все зависит от шамана. Его роль тут главная. Во-первых, он приготовляет отвар. Причем рецепты разные. Кто-то мискалинчика добавит, кто-то псилоцибин. А кто-то окажется и не шаман вовсе. А опытный галлюциногенолог, который сам употреблял много раз. Считается, что на приготовление айаваски должно уходить около 13 часов. Но в наше время можно сделать это зелье куда быстрее. Шаман подбирает дозировку и растения. Пьет вместе с вами. Вообще, все галлюциногены принято употреблять с так называемым проводником, который будет психотерапевтировать и не позволять человеку, который решил перезагрузиться и познать суть вещей, обделаться со страху в процессе самопознания. Шаман организует и трансовую музыку, и песнопение, и атмосферу таинства. А если начинается бэтрип, то он перенаправит вашу фантазию в положительное направление. Подсесть на этот галлюциноген непросто. Надо, наверное, быть настоящим индейцем, у которых хорошая генетически обусловленная переносимость этих галлюциногенов. Постоянно разрушать себе нейронные связи в головном мозге тоже не есть хорошо. Можно из успешного адвоката легко превратиться в настоящего индейца. Аналогичного эффекта добивались хирургическим путем с помощью лоботомии, физическим с помощью электросудорожной терапии. Но сейчас модно решать вопрос по-вегански. Растениями. Берегите себя, свою нервную систему, и оставьте индейцев Южной Америки наконец-то в покое. Они не являются наркодилерами. Продолжение следует...